И всем привет! Вы на канале Vidroid Gaming. Меня зовут Александр. Сегодня мы продолжим вершить судьбы людей в игре This is the Police. Закончилась прошлая серия на интересном моменте. Мы искоренили одну банду с помощью другой банды. Так, Анастасия не пришёл на работу. Ты чё, мужик что ли? Ты чё? Бобца? Офигела? Сейчас посмотрим, что нам скажут вторые бандюганы. Они думают, что мы на них работаем, но на самом деле мы с помощью них уничтожили банду Варга. Легенда такая, по крайней мере. В суде я так буду говорить. Потому что рано или поздно вскроется. Смотрите, какой у нас байкер есть. Одинберт. Одинборода. Как-то так, да? Так, попытка угона центр города. А, это этот свободный слот. Там опять Шрек, наверное, будет. Так, мужчина вывел собаку на вечернюю прогулку и, возвращаясь домой, заметил, как возле дорогого автомобиля в конце улицы копошится неизвестная фигура в капюшоне. Вечерняя прогулка 0802. Вы чё мне говорите тут? За кого меня держите? Я знаю, что это развод. Давайте мы бороду крутого отправим, чтобы он освоился. И второго бороду. Теперь будет Тима. Ну, скорее всего, это ложная тревога. По-любому. Так, давайте посмотрим, что у нас на бирже труда есть. О, подвезли новое мясо, но оно мне не нравится. Да. Окей. Лесом. Народу вроде хватает. И музыка хорошая. Не правда ли? Не правда ли? А, ситуация оказалась куда серьёзнее, чем мы думали. Тогда давайте... Нет, эту мы оставим. На случай ядерной войны Перди у нас остаётся. Захват заложников. Центр города. Вот это да. Это что за жесть начинается? Мужчина с расширенными зрачками захватил автобус. Преступник размахивает пистолетом. Возможно, муляж. И кричит, что хочет уехать в Африку. Ну, это нарик, короче. Отправляем Перди, она разберётся. Давайте сваты ещё туда закинем. Двоих надо про запас оставлять. Сейчас она, правда, подкрепление попросит по-любому. Ну, и ладно. Попытка угона. Изи. Ну, вообще фигня. Оказалось-то, правда? А, ну да. Они же поддержку запрашивали. Что-то я затупил. Так. Захват заложников. Пойман. Невредимый. Изи. Хорошее начало дня. Два серьёзных преступления. Как сказать. Не раскрыты даже, а остановлены. Похищение. Что за жесть такая? Похищение. Звонок от неизвестного мужчины. Привет. У меня есть информация о пропавшей девочке по имени Лиза Петтигрю. Петтигрю. Я хотел её, похитил её неделю назад, но сейчас она готова вернуться домой. Она в отеле The Color номер 180B. Поторопитесь, если вы хотите увидеть её живой. Давайте опять бородачей отправим. Им везёт на крутые задания. Вот так вот давайте даже сделаем. Но этого дебила я не буду никуда слать. Он... Сволочь. Косячит все задания. Мы его будем мафии отсылать. Помогать. Хотя сейчас уже мафии не надо помогать, как я понимаю, да? Только закрывать глаза на определённые дела. Поэтому надо сейчас внимательно сообщение читать и не забывать. Вооружен... Это что такое вообще происходит? Что с городом стало за вот эти вот пару часов? Прохожий сообщил, что заметил, как на заправку заехал мотоциклист с револьвером в руке и не снимая шлема зашёл внутрь. Сложные крики и выстрелы. Ну... Давайте вот так вот сделаем. Я даже перди задействую, потому что что-то жесть какая-то. И вот эту давайте ещё. Может тебя убьют. Хе-хе-хе-хе-хе. По неопытности. Так, номер 180B расположен на верхнем этаже Италия. К дверной ручке номера привязан красный шарик, на котором маркером написано. Вызывайте сапёров. Вышибить дверь. Взять ключ от номера администрации. А если будет бум? Спуститься в номер с крыши отеля. Ну, давайте так сделаем. Надеюсь, никто не упадёт. Стандартный отельный номер с кроватью и тумбочкой, телефоном и телевизором. Шторы задёрнуты, на кровати сидит... А как мы через шторы увидели? Сидит девочка, обвязанная взрывчаткой. Под корпусом взрывчатки находятся красные и жёлтые провода. Это перерезать, покинуть номер, начать эвакуацию отеля и дождаться сапёров. Ну, таймера нет. Это всё очевидно. Я вызывал сапёров, если чё. Нифига себе резать провода, я не сапёр. Приехали сапёры и все жили долго и счастливо. Кроме девочки, у неё, наверное, травма на всю жизнь. Ну, почему, наверное, так и есть. Взяли заложники, фиг пойми, что делали, а потом ещё к бомбе привязали. Жесть. Надо ещё в расследование зайти, посмотреть. Так, ресторан. Нарушение общественного порядка. Опять этот ресторан? Ну, единственный, наверное, ресторан. И там всё время какая-то дичь происходит. К концу затянувшиеся вечеринки. В пять часов вечера. Посвящённой встрече выпускников. А, ну понятно, школяры. Только выпускники уже. То есть старпёры. Ресторан ворвался. Обнажённый молодой человек с предметом в руке. Отдалённый напоминающий пистолет. Он вёл себя крайне неадекватно. Прыгал по столам и угрожал посетителям кафе. Ну, тут вариантов нет. Вдвоём с одним справятся по-любому. Вооружённое ограбление. Изи. А чё, где вооружённое? Чем он был вооружён? Мне продавать надо, деньги мутить. Вы чё, ребятки? Плохо работаем. Поувольняю всех. Чё, зайдём в расследование давайте? Так, кража. Чё у нас там по краже деталям? Ну, я топлю за... Выключил рубильник, взял... Не хватает одной карточки, как... Доктор ворует лекарство, в сумку кладёт. Или чё-нибудь такого. Короче, вот это не та карточка по-любому. Потому что я топлю за доктора, а тут либо посетитель какой-то, либо уборщик, если я ничего не путаю. Новые кадры появились. Замечательно. Так, я видел, как к зданию подъехал чёрный седан. Вышли два человека. Один был в плаще. Давайте посмотрим. Окей, вот они вышли. Услышал лифт, повернулся, увидел двух грозных людей. Не увидел у них оружия, но они явно... Ага. Вот это, наверное, да? Секретарь. Думаю, это могли быть ограбления в офисе. Сейф, правда, тыры-пыры. Так, это было назад. Да, я видел двух каких-то придурков, но не помню, который был сейчас. Это удержает или подъезжает? Это мне всегда огорчало. Так, давайте ещё раз. Так. Так, ну, вот этот вообще что-то не подходит по описанию, потому что, смотрите, здесь такие, а тут он снял рубаху. То есть, нет. Ещё ждём картинок, короче. Мне не нравится то, что они мне дают. Вытолкаете мне какую-то дичь. Детальки. Так, что у нас тут есть? Тоже есть картинки, но их нормальное количество. Так, драгоценности перевозили... Так, я помню эту легенду. Ну, у нас две картинки одинаковые, так что мы не... А в чём отличие? Так, обычный. И там какой-то байки. Камуфляжные расцветки. Ну, вот это что-то похоже на камуфляж, да? Да. Давайте сюда поставим. Окей. Он едет навстречку. Берёт драгоценности. Фургон. Стреляют. Фиг пойми, короче. По-моему, не хватает чего-то. Ладно. Едем дальше. Не будем пока терять время. А то у меня и так его опять нету. Ледовая арена. Кристофер. Кристофер. Массовая драка. Да вы запарили там драться. Так, с улицы ничего не видно, но из кафе доносятся крики, шум разбивающий посуды. Попробовать пробраться через задний вход. Задний вход. Чёрный задний вход. Блин, сорян, ребятки. Работка. Блин, работка нарисовалась. Сейчас меня отвлекать будут уже, наверное, по-плотному. Так, с улицы. Так, ага. Сообщить через мегафон, что кафе окружено. Конечно, так и сделаем. Нафига туда суваться? Молодой человек заметил полицию, схватил девушку, приставил ей пистолет в голове. Он продолжает что-то нечленно-раздельно орать, сильно сдавливая заложницы лицо. Оружие совсем не похоже на настоящее. Давайте мы всё успокоимся и поговорим. Не спеша подобраться к преступнику, наброситься на преступника. Не спеша подобраться к преступнику. Надо было поговорить с ним, наверное. Он же псих. Психи любят разговаривать. Так, окей, чё это у нас? Команда Фрибурга проиграла команде Питцвилля со счётом... Ну, понятно, почему там погром? Потому что они просрали 12-0. Местные фанаты, охваченные яростью, стали кричать в адрес удалявшейся в раздевалку команды, что хоккей не для дебилов. Не выдержав оскорблений, капитан команды бросил клюшку в лицо до мысбы. Поняли, да? Они кричат, хоккей не для дебилов. А тот такой, мы дебилы. Вот жесть. Началась массовая драка, которой участвуют болельщики-хоккеисты. Судей-продавец крейгеров. Жесть. Ну, я думаю, тут сюда всех надо отправлять. Потому что конец дня рабочего. И перди, конечно же, она всем издоправит. Трус не играет в хоккей, да? Что, пацаны, хотите халявного опыта? Го туда. Ты тоже иди, надеюсь, ты не умрёшь там в этой давке. Халявный опыт, потому что спецназ всё разрулит, автозак пригодится, всё норм. Качнёмся сейчас, короче. А этих двух на передержке оставим. Они и так раскачаны. Сейчас денёк закончится. Сохранюсь, пойду немножко поработаю. Ситуация оказалась куда серьёзнее, чем... Да я и так все силы отдал. Ладно, давайте ещё вдвоём идёте. Потому что если нажму отказаться, может триггер какой-нибудь сработать. Нападение от центра города. Таксист позвонил с телефонного автомата с жалобой на бойного клиента, который отказался платить за проезд и попытался выйти из машины. Когда таксист заблокировал двери, мужчина взбесился, сломал перегородку в машине и попытался задушить водителя. Тому удалось вырваться, и клиент остался заперт в машине. Жесть какая-то. Он ТП шнулся оттуда, походу. Ну идите, разбирайтесь. Надеюсь, вы быстренько всё это сделаете. Потому что народу у меня осталось ноль. А он сейчас ещё даже назад не поедет, потому что эти ещё туда едут. Ещё едут, 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 едут. И только вот сейчас приехали. Окей. Ну всё, я думаю, на любое задание успеем. Отчёт кража, давайте отчёты посмотрим. Окей. Молодцы, ребятки. Успокоили. Новых кадров не найдено. Это печально. Два новых кадра. Это хорошо. И вот так вот они заработали немножко опыта. Все. Круто. Наверное, день уже закончится и ничего не будет. Да, сейчас бэмс, ядерная бомба взорвается на краю города. Хаос. Все умирают. Нет. Всё нормально. Завершаем день, ставим на паузу, как обещал. Чекпоинт есть. Мы продолжаем играть в эту прекрасную игру. Мой брат отправился в поход, в лес и пропал без вести. Я хочу помочь с поисками. Можно мне отгул на сегодня? Чувак, ты хорошо себя ведёшь? Конечно же, да. У нас есть одна лычечка. Кому мы её дадим? Кому? Ну, наверное, лаваш он. Кстати, старенький у нас, чувак. Молодец. Так держать. Сержант лаваш теперь. Или младший сержант лаваш. Что-то новенькое показывают. Как вы думаете, когда шеф полиции в полной мере ощущает свою власть? Когда сажает кого-нибудь в тюрьму? Когда раздаёт приказы? Это никакая не власть. Это чиновья чья волочитта. Часто, впрочем, приятная. Но по-настоящему могущественным себя чувствует лишь тот, кому пишут доносы. Доносы не обращены к закону. Доносы не апеллируют. Никаким инстанциям доносы не вызывают к справедливости. Доносы не сковывают вас никакими официальными обязательствами. Нет, доносы это личные мольбы. Плач обиженных, вой, завистливых, стон неудачливых, крик озлобленных. Но доносчики не надеются на то, что вы разделите их обиду, зависть или злобу. Доносчики лишь верят, что вы любите власть достаточно сильно, чтобы решать судьбы людей, просто поверив кому-то на слово. Это да. Бизнесмены доносят на гангстеров, гангстеры доносят на общественных деятелей, общественные деятели доносят на политиков, политики доносят на бизнесменов. Порочный круг, короче, да? У доносов нет правил, кроме одного, не целить слишком высоко. Переоценишь свои силы, и твое нытье может стоить тебе жизни. Так что выбери жертву попроще, сгусти краски, постарайся сделать так, чтобы твоя мольба звучала как можно жалобней. Гайд. Как донести до соседа. Это кипа у него доносов, наверное, всех. Донос, который я получил сегодня, напоминал что угодно, но только не мольбу. Убив Вику Саваргу и сгнав город его... из города его сторонников, Сэнды укрепили свою без того практическую беспрекословную власть. Даже месяц назад донос на кого-то из Сэндов был бы равносилен признанию в собственном сумасшествии. Сегодня же это сродни самому убийству. Не успеваю. Письмо, которое я держу в руках, направляет связи Генри Сэнда и лейтенанта Мэффи Сэндов с гибелью успешного банкира Джона Патци. У Генри есть дочь Мэри Энн, балерина. С нее-то все и началось. Однажды Мэри Энн танцевала главную партию в постановке «Жизель» и Генри, как гордый отец, позвал на премьеру всю верхушку Сэндов и некоторых деловых партнеров семьи. Среди гостей был молодой банкир Джон Патци. Он запал на Мэри Энн, но девушка его отшила. Банкир такой волосатый кудряш. В ответ Патци подстерег ее как-то вечером после репетиции, затащил силы в лимузин и изнасиловал. Такие сердечки грустные. Потом Джон подвез девушку домой, какой джентльмен, и пригрозил, что если она расскажет о случившемся, хоть слово, то то же самое ждет ее и мать. Ее мать. Отцу все-таки удалось вытрясти из Мэри Энн правду, и он решил отомстить. Ну, типа, правда, Генри понимал, что не может просто подойти и всадить пурю Патци. Среди бела дня богатый ублюдок слишком важен для семейного бизнеса. Ого. Ну, отмити бизнес себе, да и все. А Генри дорожит своей работой не меньше, чем жизнью. Он занимается транспортным обеспечением Сэндов. Он в курсе любой доставки и задержки пробитого колеса. И тогда именно благодаря Генри все операции Сэндов проходят гладко. У Генри есть свой доступ к незасвеченным машинам, не убийствам. Да, он мог легко обставить гибель Джона Патци, как случайный полученный наезд пьяного водителя, который смылся с места преступления. Я сомневаюсь, что Генри Сэнд рискнул бы сделать что-то подобное, куда вероятнее, что он бы подошел к боссам и что-то там решил. Не успеваю, словом, я бы легко посчитал твое письмо выдумками гангстера на пенсии на старости лет. Ты расшившего что-то там. Одно только обращение. Мой миленький маленький Кейт вызвало у меня желание тут же отправить бумагу в мусорную корзину. Но у этого доноса, в отличие от любого другого, была подпись Робеспьер. Это, короче, третья сила у нас в игре теперь. Я точно знал, что этот не самозванец. Никто не станет выступать против самой могущественной группировки города, присваивая себе имя уличного клоуна. Как и всё, я понятия не имел, как кто Робеспьер такое, что... Но не было шомнений в одном. Этот последний безумец, самонадеянный психопата, значит дело стоящее. Короче, сейчас будем за Сэндами охотиться потихоньку, помаленьку, чтобы нам пулю в лоб не всадили, как в прошлый раз. У нас там в каталоге новая музыка, но мне это нравится. Консерватор я, да. Слушаем одну песню до дыр. Потише. 12 августа. Побег с места аварии. Парк Дизайр. Это, короче, вот как раз, да? Ну, окей, давай, иди. Чоп-чоп. Работать. А ты чё, не это была... Да, ты не занята была. Нет, занята была. А какого фига ты ещё вырезала? Или ты настолько крутая, что два дела можешь взять? В здании банка ворвались трое вооружённых грабителей. В масках потребовали открыть сейф. Ну, сейчас я вас открою, блин. Бандители. Моя доля 2К. Чё-то мало. Ладно, раздаём, раздаём. Отслюнявили и уже почти что 100К добили. У нас получается полгода на это... Нормально, мы за месяц сделали двойную норму. Нормально. Дом профсоюзов. Чё там случилось? Из профсоюза позвонила до смерти перепуганная девушка. К ним в здание взломился пьяный работник завода, который вчера вышел из профсоюза. Теперь требует вернуть деньги, удержанные им из его зарплаты за последние 6 лет. Мужчина кричит, бьёт стёкла и угрожает. Ну, два мужика, вдвоём вы справитесь, пацаны. Вперёд. Прикольно, все прокачаны, главное, чтобы никто не подох. Кстати, чё там у нас? Так, вот. Подождите, бандиты, я хочу сотрудников нанять, но никого нет. Ладно, до свидули. Банк расположен в центре города, вокруг много машин и мирных людей. Занять удобную огневую позицию у центрального входа. Заблокировать вход из банка служебной машины. Попытаться подкраться к окну банка и заглянуть внутрь. Переполучить пулю в лоб, нет. Ну, блин, нет. Пока я буду блокировать, вот так вот огневую позицию удобную займём. Женские крики раздаются из банка. Подождать, пока грабители выйдут из банка. Объявить преступниками через громкоговоритель, что они окружены. Штурмовать здание? Нет, я всё-таки буду осторожным. Нормально всё. Они обосрались и всё сдали нам. Всё добро, что хотели забрать. Побег с места аварии. Рос Мерфи. Водитель лимузина жертвы. Мистер Патц любил иногда пройтись по ночному городу. В тот день я забрал его после затянувшегося делового ужина и высадил в районе парка с монументом. Я не заметил ничего подозрительного, разве что серый грузовик без номеров ехал за ним всю дорогу от ресторана до парка, потом куда-то свернул. Ничего подозрительного. Жесть. Чувак, ты серьёзно, блин? Тебя, походу, купили. Мистер Патц умер сразу же после удара. Его сбил тяжёлый автомобиль на большой скорости. На теле остались следы радиаторной решётки, как у джипа или грузовика. В мягких тканях обнаружены осколки лобового стекла. Похоже, удар был настолько силён, что тело подбросило вверх прямо на капот. На одежде жертвы следы серой краски. Ну, понятно, серый грузовик, серая краска. Я бегаю в парк по ночам и тогда услышал грохот мотоциклов. Я подумал, что это байкер гоняет по пустым дорогам. И побежал поближе, чтобы посмотреть на них. Но уже никого не было. Только мужское тело лежало на дороге. Так что я вызвал полицию. Окей. Что нам скажет асфальт? Я стоял, как всегда. Я люблю стоять по вечерам на улице, да? На место преступления обнаружены следы шин, мотоциклов и осколки стекла. Ну, вот это интересно. Камера наблюдения. На следующем от места преступления... Как это понять? На следующем от места преступления... Происшествия перекрёстки... А, вот. Камера засняла группу байкеров. Позади них можно заметить серый джип с треснувшим лобовым стеклом. Ясно, что ничего не ясно. Где грузовик, где джип? Ну, короче, это были байкеры и джиперы, да? Окей. Серьёзно, вы не можете одного мужика угомонить? Ну, валите. Вам хватит столько? Или ещё там спецназа может закинуть вам? Ювелирный магазин? Подожди, пожалуйста, ювелирный магазин. Сейчас у меня пацаны приедут, хотя бы кто-нибудь. Четвёрых достаточно будет, нет? Отчёт нападения, давайте посмотрим. Подождите, у меня тут отчёт. Невредимый, всё нормально, да. Успеете, нет? Тут сколько народу надо? Четвёрых. Нападение. Да это что за беспредел творится в городе? Это какой-то ГТА, короче. ГТА беспредел. Так, всё, давайте. Раз, два, три. Успеваем. Офигенно, да? Свата сюда отправляем. Поступил сигнал тревоги из ювелирного магазина. Туда ворвались шестеро вооружённых мужчин в масках и потребовали сложить наличности и драгоценности в большой мешок. Отправляем вот так вот. И четверых, наверное, всё-таки. Самых топовых четверых. Ну, раз, два, три, четыре, пять, шесть получается. Нормально, да? Поехали. Чё у нас тут? Во время постановки «Мая сладкая Джульетта» зомби в актёров полетели куриные яйца, брошенные кем-то из зала, скрики им «Позор». Некрофилия! Хватит издеваться над классикой! Как сообщил пожилой сторож театра, яйцами бросаются десять молодых девушек в белых одеждах. Опять эти феминистки, наверное, да? Тупые феминистки. Десять молодых девушек. Ну, вперёд, ребятки. Удачи вам. Хорошего настроения. Держитесь там, как там говорят. Ничего нет, ладно. Успевайте, пожалуйста. Сейчас кто-нибудь вылезет опять, какой-нибудь бандюган. А у меня народу нет. А-а-а, ну правда, что ли, драка окрестностей лесопилки? Опять эта лесопилка злачная. Капец, это что такое вообще? Поступил звонок от девушки, которая вместе с друзьями отправилась делать барбекю на природе у лесопилки. Когда мясо было уже почти готово, оттуда появились пьяные студенты и заявили, что это их место развязалось с драком. Студенты дебилы, блин. Я поубивал бы всех. Я до хрена отправил народу. Да вы дебилы, что ли? Вас четверо самых топовых. Какое, блин, подкрепление. Хоть не убился никто. Капец, блин. Идиоты. Зачем я сюда назад? Прием в мэрии недостаточно хорошо охраняется. Мэр срочно будет присылать больше офицеров. У меня не кого отправить. Нет народу. Все, блин, просирают задания. Надо про запас одного дебила держать хоть как, чтобы хотя бы подкрепление отправилось и так далее. Да сейчас приедут, подождите, блин. Не убьетесь. Автозак. Раз, два, три. Ну и этого тоже туда отправим. Вот это денек вообще, капец. Просто полная жесть какая-то. Драматический театр. Опять? Трое вооруженных грабителей умудрились оборвать театральные... Обобрать театральных зрителей так, что те осознали всю серьезность происшествшего лишь после того, как преступники убежали. До последней минуты всем казалось, что это часть представления, гардеробщик заметил, что грабители сели в желтый школьный автобус и уехали, да? Типа того. Ну давайте вы втроем поедете. Трое вооруженных. Три на три. Нормально. Действуйте. Ну, блин, ну народу реально не хватает. Жесть. Сейчас еще мэрия. Мы просрали два задания, получается, да? Сегодня только. И мэрии еще отказали. Я думаю, у нас сейчас всего чего можно лишат. Драка, отсчет. Слава тебе, Господи. Поубивайте там всех гражданских, пожалуйста. Задрали куролезть убийство. Одного я на убийство не буду отправлять. Это даже смысла нет туда смотреть. Отыскать нужный автобус поздним вечером оказалось несложно. Преступники бросили его у лесополосы в километре от дешевого загородного мотеля. Направиться к мотелю, направиться в лес, обыскать автобус. Наверное, обыскать автобус вначале. Позвонил администратор мотеля. Трое мужчин пригрозили ему оружием, когда тот сказал, что свободных мест больше нет. Пришлось заселить в чужую комнату, пока не вернулись постояльцы. Постучаться в дверь, откройте полиция, прикинуться настоящим постояльцем, выходить это наш номер. Приказать всем гражданским, чтобы не высовывались из номеров и начать штурм. Давайте вот этот. Второе. Выходите, это наш номер. Раз, два, три. Прекрасно. Золотишко будет, нет? Ну ладно. Чего мы мафии-то будем отдавать? Денежки-то не идут. Давайте приезжайте быстрее. Спасибо. Убийство. Что это такое за Вьетнам, блин, ребятки? А почему вот этот... А, это просто выделен так, шло. Очевидцы сообщают, что какой-то мужчина подъехал на заправку, вышел из машины и теперь он стоит и спокойно запивает бензин. А, расстрял парня за прилавком из автомата. Это жесть. Это жесть. Давайте, чтобы вы вот так вот были. Три на одного, я думаю, завалят. Убийство. Есть новые. Сразу давайте откроем. Окей. Чем вот это отличается вот от этого? С пистолетом нет. Они были невооружены. Это палево. Вот это и вот это. Найди 10 отличий называется. Где? Что я тут должен был увидеть? Черные, черные. Мужики одинаковые. Автомобили одинаковые, да? Нет, черные, а тут серенькие, да? Цвет автомобиля разный или что? Черный седан. Черный седан здесь. Неправильную картинку нам дали. Так, два человека. Один был в плаще. Ничего не спрашивая, не прошли мимо. Услышал олив, повернулся, увидел двух грозных мужчин. Не видела у них оружия, но они явно дали понять, что убьют меня, если... Это оружие в руках или зонтик? Или какой-то кейс? Ну, блин, я даже не знаю. Ну, на всех фотках они одеты, и только одна фотка раздетая. Давайте вот так вот сделаем. Теперь, смотрите, увидела, подошли к лифту, да? Может быть так? Так, заходят в дверь, чпунг, чпунг, подъехали, идут, зашли, лифт, уезжают или приезжают? Ладно, приехали, вышли, зашли, подошли, тык-тык, может так. А может они уезжают, наоборот? Это пипец, головоломочка какая-то. Короче, я дома посижу, сейчас на это время тратить уже, наверное, не буду. Сейчас вот это вот мы ещё вот так вот, вероятное, сделаем. Нет, мне кажется, всё-таки это первое. Это ж чёрное. Ну, вроде чёрное. Мать его, чем отличается вообще? Света машина или меня прёт? Ну, походу, это более светлая машина, да? Так, окей. Не получается. Не получается. Капец какой-то. Они его выкинули в окно, да? Ладно, последнее. Last Strike, как говорится. Непонятно. Новых кадров не найдено. Вооружённое ограбление открыть, посмотреть, что есть. Diamond Protection. Diamond Protection есть. Вырулили. Окровавленный этот стреляет, да? Так, перевозили. Вот это неправильно, потому что вооружены пистолетами, пулемётами. А тут револьвер. Это сразу минус. Ладно, ждём других фоток. Ну, пока как-то не очень. Подъехала. Так и так. Преступление раскрыто. Всем спасибо. Так, время сколько? 49 минут. Я в следующий день уже, наверное, не успеваю. Хотя, давайте, пофиг. Попробуем ещё один денёк пройти. Быстро, быстро. Не понравился мне этот сейчас день. Очень много косяков было. Чё-то убийство. Ну, хоть так. Молодцы. Всё его... О, попросить мафию продать. Конечно же. Завершить денёк. Ха! Жескач. Полная жесть. Окей, молодцы. Никто не умер. Уже похвально. Надо как-то апать этих детективов. Они такие тупые. Опа. Может, меня сейчас убьют? Я в третий раз не буду начинать играть. Не дождётесь. Хе-хе-хе. А, бабулька приехала. Окей. Салли. Джек, ты всегда возвращаешься домой. Поздно. Что-то случилось. Плохие новости. Новости отличные, Джек. Лора готова. Готова она возвращается когда? Не спеши, Джек. Лора готова поговорить. Но если она готова поговорить, значит, она готова вернуться. Тебе лишь нужно подобрать нужные слова. Ты можешь подобрать нужные слова, Джек? Я её нахер пошлю. Слушай, я не идиот. Я не об этом тебя спросила, Джек. Я посреди ночи приехал на старую ферму и 40 минут просидел на скрипучем крыльце. Не для того, чтобы ты огрызался. Я приехал, чтобы ты лично пообещал мне, что сможешь подобрать нужные слова. Так что давай ещё раз. Ты сможешь подобрать нужные слова, Джек? Я смогу подобрать нужные слова, миссис Маккартни. Отлично. Завтра ночь в 3 часа в ресторане от Копус. Знаешь, какой такой, да? Я договорилась, что они разок поработали круглосуточно. Не опаздывай, но не слишком поздно. После работки как раз в 3 часа ночи. Ну, мне интересно будет, что там произойдёт. Мисс, наверное, я должен пригласить вас в дом, приглашать вам чай в 2 часа ночи. У тебя есть чай? Нету, да? Нет. Доброй ночи, Джек. У нас есть только водка. Ну? 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 Чекпоинт. Отлично. 30-й день. Месяцок прошёл. Точнее начался последний день месяца. Замечательно. Рабочего нашего смысля. Так-то середина августа только. Заводись давай быстрее. У меня сегодня крайне сильный приступ тревожности. Я не могу ни на чём сосредоточиться. Дайте, пожалуйста. Только не мешай. Да, я уже день этот закончу и домой пойду. Погнали. Мэрия. Ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Всё. С хорошим настроением начинаем день. У нас в команде есть перги. Так что всё будет отлично. Мэрия. Давайте, пацаны. Я вас верю. Мы крутые ребята. Мы всё делаем норм. Пенсионер Мансен Варшпагет сообщил о драке, возникшей между отцом и маленькой девочкой и собачником Чейра. Твеллер напугал ребёнка. Пока мужчины выясняют отношения, собака сбежала в сторону аттракциона. Это печально, да. Давайте бородатых чуваков отправим. Они всё разрулят. Это теперь мои любимые чуваки будут. Больше нету бородатых. Только эти. Труп полицейские. Надо ещё посмотреть. Может здесь бородатых завезли? Нет. Одно мясо какое-то беспонтовое. Драко-отчёт. Наверное, всё отлично. Я думаю, да. Да шибок. Мэрия. Перед зданием мэрии собралась стихийная демонстрация, где человек 20 протестует против повышения тарифов на вывоз мусора. Митингующие ведут себя спокойно, но требуют, чтобы к ним вышел кто-нибудь из чиновников. Сейчас к ним выйдет кто-нибудь из чиновников. Раз, два, три. Погнали. Просто за порядком следить. Я не буду их разгонять. Я не люблю этого мэра. Я буду против него топить. Я за тебя, козёл. Не голосовал. Да? Ограбление прямо в центре города. Прямо около полицейского участка. Тиффани Ли ходила по торговому центру, когда к ней подбежал парень в капюшоне, выхватил её дорогую сумку. Тиффани вызвала полицию, нигде не могу найти охрану, а он ещё в здании. Торопитесь, это был охранник по-любому. Бородатый, вперёд! Троих на одного, я думаю, хватит. Да и ладно, чё. Пшш. Изи. Преступник скрылся. Там сколько преступников было, они все увидели полицейских и разбежались. Преступник пытался выйти из торгового центра, но охрана заблокировала двери, и он побежал искать другой выход. Приказать парню остановиться, бежать. Следом крикнуть «Держи вора!» Приказать парню остановиться. Преступник выбегает на каток, подскальзывается и падает на лёд. Из кармана у него вылетает нож. Попытаться успеть к ножу первым, использовать перцовый баллончик. Ну, вы знаете, чё я нажму. Использовать перцовый баллончик! Это ж, блин, читерская вещь. В любой непонятной ситуации. Перцовый баллончик! Женщина поставила в парке палатку и предлагает всем желающим купить новую, крайне выгодную валюту, которая в ближайшие недели подорожает в 10 раз. Злоумышленница уже собрала огромную очередь желающих, которые начинают толкаться и ругаться за место в ней. Окей. Это серьёзное дело. Мы отправляем вот так вот, смотрите. Одну на прокачечку. Женщина, блин! Я думаю, хватит троих. Хотя я сейчас, наверное, за это поплачусь, что я нубосранку одну отправил. Хотя 120 тоже уже не нубосранка, да? Или нубосранка? Непонятно. Ситуация оказалась куда серьёзней, чем мы думали. Запрашиваем подкрепление. Перди вперёд! Что, ещё одну отправить? Давайте ещё одну. Чтобы наверняка... Перди такая... Бежит. Автобусная остановка. Кража. У Фрэнка Конроя вытянули бумажник прямо на остановке. Он быстро заметил пропажу. Вместе со своими друзьями поднял шум в воровстве. Обвиняют всех подряд. Обстановка накаляется. Дело может дойти до драки. Ну, пацаны, давайте вперёд. Друзьями. Ладно, втроём идите. Ну, ты одна осталась. Форбс, я тебя берёг. Сейчас придётся тебя танковать. Всё, давайте вперёд быстро домой. О-о-о-о-о! Фальшиво манечество. Офицеры, нашли деньги на месяц преступления. Что с ними делать? Продать деньги. Хе-хе-хе. Чё себе-то не присвоить? Типа, чё, ну они же, я понимаю, что они, типа, не отмытые там, но мафия-то нам тоже не чистенькие деньги даёт, не на зарплату скидывает, а нарушение общественного порядка. В больницу пришёл мужчина с огромной собакой. Пёс хоть и на поводке в наморднике, но рычит на всех и бросается. Миссис Трак категорически против такого посещения, так как с животными в здании нельзя, но мужчина отказывается, огрызается и никого слушать не хочет. Окей, иди. Не сдохни, пожалуйста. Кража отчёт. Хо-ро-шо. Бородатые топят. Скоро будут в топе. Кукурузный монумент. Опять. Это чё за Вьетнам? Мне всех туда отправить? Около сотни человек собрались в парке с протестом против строительства нового казино. неподалёку от кладбища. Вскоре подъехало несколько пикапов с крепкими парнями, которые без разговора порезали драться с демонстрантами. Это, короче, да. Казино си три топора приехало. Перди, конечно, ты, 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 ты. Вперёд. Двух на подкрепление оставим, потому что по-любому запросят. Хотя не доедут, пока ещё народ освободится. Нарушение общественного порядка. Это про собаку. Нормально, молодец. А, драка в самом разгаре. Похоже, в ход уже пошло холодное оружие. Окружить парк и вызвать... Взвы... Взывать к спокойствию. Побежать прямиком к дерущимся и задержать как можно больше хулиганов. Стрелять в воздух, чтобы угомонить толпу. Стреляя в воздух. А пуля вниз падает и убивает людей. Ну, блин, спецназ вызываю. Надо, наверное, активно... Ну, хотя, чё, мы сделали задание нормально. Парковка у мини-маркета. Лайф, чё-то там. Лайф гуд. К молодому диджею, вышедшему из магазина, пристал странного вида мужчина в чёрно-красной майке. Сначала он выбил у него из рук банку энергетического напитка, предложив лучше отпить людской крови, а затем стал угрожать и требовать деньги. За покровительство силы тьмы. Между ними развёл залость ссора, в ходе которой диджей пострадал от укусов, затем нападающий начал бросаться на других прохожих. Укусил пожилую женщину за плечо и напугал компанию подростков. Бородачи, вперёд! Максимальное количество слотов юзаем. Скоро будет жёсткий разговор с женой. Я планирую её послать нафиг. Мы тут бабки поднимаем. Зачем нам какая-то троглодитка, да? Я думаю, надо её послать. Шлюха! Кадров нет, блин! Значит, всё верно, если кадров нет. Тут ещё одна какая-то фигуля нарисовалась. Открыть расследование. Чем вот это отличается от этого? Он вроде раненый, да? Охранник был вооружён пистолетом. Неправильная картинка. А, нет. Правильная картинка. Смотрите. Хоба! Так. Вырисовывается что-то дельное, да? Ну, хотя... Это не автомат, нифига. Ждём дальше. Может, конечно, вот так вот сделать как-нибудь. Но они ж там ничего не примеряли, да? Как дебилы. Ладно. Так. Часок остался. Время у меня подошло к концу уже давно. Ну, ладно. Сейчас мувик посмотрим. Самый-самый главный наш. Молодцы, ребята. Завершаем день. Ура. И вот он. Мув. В представлении миссис Маркам я должен был весь день провести, подбирая нужные слова, но, к собственному удивлению, я всеми силами старался отключить голову. Меня не волновало даже, почему Лора захотела встретиться в 3 часа ночи, да ещё и в ресторане, в который мы ни разу не ходили. Я не знал, что скажу ей. И что мне подсказывало, что она готова к этой встрече не лучше меня. Но с наступлением темноты я окончательно перестал волноваться. Нужные слова придут, когда я увижу её. А если не придут, то так мне и надо. Хе-хе-хе-хе. Монумент, смотрите, это полицейский жирный стоит. Или кукурузина это. Шпуньк. Шпуньк. Чего? Говорят, когда тебя вырубают одним ударом, ты не успеваешь ничего почувствовать. Враньё. Было больно. Каждый день, что я провёл в коме, боль была невыносимой. Я ещё и в кому попал. Замечательно. А где мой выбор? Я, может, вообще туда не хотел идти. ТНН, блин. Вы чё? Чекпоинт. Вилд Коррупшн. Гейм А. Гейм Б. Гейм С. Что это такое? Гейм С. Давайте попробуем. Что это такое? Дикая коррупция! Это у него кома такая? Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Что происходит? Это на превьюху надо по-любому поставить. Ой, можно я домой пойду? Ха-ха-ха-ха! Я чё не того убил? Это вон. Я победил. Всех перестрелял. Ааа, выиграл 500 тысяч. А, типа я это. Окей. Понятно всё. День 55-й. Это сколько я в коме пролежал? Это свет в конце туннеля или чё? Или зависло у меня всё? Нет, это мой узкий глаз. А может это лучше на превьюху взять? Да, наверное, это возьму. Ха-ха-ха! 56-й день. Я только проснулся на 55-й день. Да, я тоже об этом слышал, но что если они решат слить всё репортера? Мы должны думать о том, как прикрыть наши жопы. Я знаю, люди, которые могут с этим бороться, но им понадобятся как минимум лейтенант Шетт, извините, что отрываю вас на второй линии Джек Бойт. Кто? Джек Бойт, сэр, звонит вам из больницы. Я перезвоню тебе, Гибсон. Ничего не делай без моих парней. Джек, ну ничего себе, я не знал, что ты очнулся. Врачи сказали, что ты мог пролежать в этой коме месяцы, а то и годы. Как ты себя чувствуешь? Скажи мне, что ты управляешь участком, Мартин. Не понял? Ради бога, Мартин, скажи, что участком управляешь Тенни, какой-нибудь присланный Роджером Хмырь. Э, да, Джек, я исполняю обязанности. Это шеф полиции, но в субботу придёт новый человек Кевин Полсон. Кевин Полсон? Да-да-да, этот парень из... Я знаю, кто такой Кевин Полсон, теперь слушай меня внимательно. Я возвращаюсь на работу, я шеф полиции Фридбурга и останусь ими ещё 4 месяца. О, да. Ты делаешь столько телефонных звонков, сколько нужно, чтобы всё устроить. Если будут какие-то проблемы, грози судом, репортерам, шантажируй их. Но проблем не будет, потому что они знают, что им проще подождать до зимы, чем разбираться сейчас с тем складом, который мы устроим, скандалом. И созови пресс-конференцию. Слушай, Джек, я понимаю, правда, на твоей стороне, но ты должен учесть. Мартин, как давно тебя перевели к нам? Скоро будет 5 лет. Сколько раз эти 5 лет ты приходил на мой день рождения, сколько раз приезжал ко мне на ферму, когда я собирал ребят на вечеринку? Ни разу. Ни разу, потому что тебе насрать. Мне тоже насрать на тебя, Штед. Не я назначил тебя своим заместителем, да мне и плевать. Норм. Но если бы ты хоть раз пришел ко мне в гости, ты бы сразу увидел большую яму на моем заднем дворе. Мусорную яму, знаешь, для всякого старого хлама. Вонючую яму, забитой гнилой мебелью и прочим говном. Так вот, Штед, если я хотя бы на секунду сомнюсь в твоей преданности, ты отбираешься приликом в эту кучу отходов. Злой парень проснулся. Может, встретишь там кого-нибудь из знакомых. Помнишь Кендрика, да? Пресс-конференцию созвать? На завтра, Джек? На послезавтра я иду за покупками. Офигенно. Мне нравится этот мужик. В смысле, я сам. Офигенно. День 57. Ооо, вот это скипнули мы игрушку. Еще что-то будет сейчас. Теперь у вас новая машина. Надеемся, она поможет вам воплотить все ваши скрытые желания. Теперь у нас новая одежда. Надеемся, она заставит вас почувствовать себя моложе. Теперь у нас новая прическа. Надеемся, с такой роскошной шеврюрой вы легко сможете убедить всех, что вы король мужчин. Теперь у вас новое отношение к жизни. Отныне вы настоящий воин, который не станет считаться с идиотами, стоящими у него на пути. Вы самостоятельные, уверенные в себе. Окей, жирный такой кунг-фу панда. Не хватает только одной мелочи. Модных солнечных очков. Они внесут финальный штрих. Ваш новый образ. Образ непокоримого тигра. Это из-за моих действий такая фигня? Доброе утро. Могу ли я вам помочь? Спасибо, я сделаю выбор. Я сам сделаю выбор. Я сам. Типа, мне сейчас надо нажать на очки. Ну, давайте розовенькие. Эти очки выплескивают наружу вашу скрытую сексуальность. Подождите, назад. А как назад сделать? Ну, у меня вариков нет. Ладно, пусть будет сексуальность. Теперь у вас новые модные солнечные очки. Пусть они преобразят вас не только внешне, но и внутренне. Отлично, я рад. У меня есть очки. Ура! Нет уж слишком. Выкинул. Вепрь такой на футболке. Чекпоинт. 58 день. Насорил деньгами. Пошел в бой. На тачке едем. На новой. Я так и знал, что тачка будет новенькая. Причем, смотрите, какая крутая Ферраря. Он поехал к бабе своей, что ли, старой этой, чтобы ее послать. Надеюсь. Ну, а сейчас смотрите, какая секси. Боже мой, Джек, что за прикид? Ты хочешь, чтобы... Яма на заднем дворе, Мартин. Всегда помни про яму на заднем дворе. Ни с кем не разговаривай до начала конференции. Я попробую быстро привести тебя к сцене Кевин Полсон. Здесь он хотел. Джек, с трудом узнаю тебя. Не думал, что такой человек, как ты, способен поменяться. Надо было нам почаще видеться. Мы ведь не встречались с того самого момента, как... Да, с того дня, как я уволил тебя, Кевин. Ты хотел сказать, с того дня, как я уволился по собственному желанию, не желая больше терпеть коррупцию и произвол в полицейском участке? Почаще повторяй себе это. Говно, Кевин. Ну, это говно, в смысле, Кевин. А знаешь, Джек, я рад, что всё так получилось. В отличие от тебя я потратил эти 7 лет с пользой. Моя новая строительная компания получает заказы администрации города и процветает. У меня новый дом, новое увеличение, новая жена. Может, слышал о ней Шелли Роджерс. Ах, Шелли Роджерс. Решил породниться с мэром. Исполнил свою давнюю мечту. Пожалуй, я исполнил все свои давние мечты. Осталась только одна. Навести порядок в полиции Фрибурга. Это ты серьёзно, Кевин? Я серьёзен, как никогда, Джек. И вообще, я человек серьёзный. Окей. Не так часто видишь прошлого полицейского Фрибурга и будущего полиции Фрибурга в одной и той же пресс-конференции. Надеюсь, вы уже закончили. Мне нужно кое-что обсудить с тобой, Кевин. А это Роджерс как раз. Джек, репертеры уже заждались. Меня типа послали. Они пошли целоваться, наверное, вдвоём в туалете. Мой затяжной уход на пенсию незаметно превратился в цирковое представление. К счастью, я умею глотать шпагу и прыгать через горячий обруч. Им понравится. Давайте быстрее, ребятки. Меня дома ждут. Чекпоинт? Нет. Доброе утро. Господи, ещё пресс-конференция будет. Мистер Бойт, у вас новая прическа. Вам показалось. Вы знаете, человек, она пошла. Мне нужно время. Я мало что помню о той ночи, но мой доктор говорит, что память может вернуться ко мне. Мэри ещё не дала окончательного ответа на вопрос. Вернётесь ли вы? Конечно. Думаете, Роджерс примет? Абсолютно. Варианты-то все одинаковые, только манера. Вы считаете, произошедшее с вами как-то повлияло? Мы вас увидим. Зачем гадать? Давайте подождём немного и проверим. Спасибо. Да, пожалуйста. Пацаны, всё, давайте. Мне надо работать ногами домой. Да, день 59. Блин, столько времени прокекали. Всё, ребятки, спасибо за просмотр. Продолжим с этого момента. Наверное, даже, возможно, завтра. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Играйте в крутые игры.